Это случилось в 92-м году в одной из геологических экспедиций в Центральной России. В свободное от работы время физик Генрих Селанов экспериментировал со своим фотоаппаратом. Ученый считал, что если сменить стеклянные линзы на кварцевые, то оптика сможет уловить значительно больше, чем человеческий глаз. На первый снимок модернизированной камеры попал автомобиль одного из участников экспедиции. Когда фотографию проявили, в кадре рядом с москвичом-геологом возникла еще одна машина. В это было невозможно поверить. Физик менял ракурс съемки и экспозицию, снимал при ярком солнце и на закате. Но на всех фотографиях проявлялись контуры автомобиля-призрака. Ученый предположил, что его система воспринимает часть невидимого спектра света. Он усовершенствовал камеру и направил ее на пустую лесную поляну. Каково же было удивление участников экспедиции, когда на снимках вдруг возникли фигуры двух стоящих людей. Этот эффект физик назвал феноменом памяти поля. Исследователи выдвинули смелую гипотезу. Оказывается, любой предмет или человек навечно оставляют особый отпечаток в электромагнитном поле Земли. Таким образом, ученые теоретически обосновали возможность, если не путешествие в прошлое, то, по крайней мере, достоверной фиксации минувших событий. Какие еще тайны может открыть нам изучение самых обычных фотографий? И почему эти исследования иногда связаны со смертельным риском? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Смотрите далее. Силы изображения. Можно ли управлять невидимой энергией фотоснимка? Вот я начинаю прикасаться к вашим ладоням. Как защитить свою фотографию от нападения? Я окружен аурой и энергетикой защиты воды. Тайные знания черного континента. Почему у аборигенов Африки не бывает фотографий в паспорте? То есть вы лишаете человека части его души. Или одной из его душ. Что нас ждет по ту сторону объектива? Открытый портал в иной мир. И непонятно, что из этого мира придет. Уникальные эксперименты российских ученых и загадки портретной съемки. Чем рискуют люди с обложки? Мы получили уникальные кадры, которые наука не может объяснить. Здравствуйте, я Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. Они хранят память, но могут забрать жизнь. В умелых руках они могут стать настоящим оружием или лечить людей. Как много мы еще не знаем об обычной фотографии? Специалисты говорят, по сути, наше знание очень поверхностное. Мало кто догадывается, что почти у каждого снимка есть обратная, темная сторона. Иван Аксенов, фотограф из Перми, столкнулся с необъяснимым лицом к лицу. Несколько лет назад его брат Дмитрий Аксенов погиб в авиакатастрофе. Иван тяжело переживал смерть родного человека и в какой-то момент решил развесить его фотографии по всей квартире. Когда брат погиб, я начал перебирать наши с ним вещи, обнаружил очень много его вещей. И брат любил фотографироваться, но я в шкафу под вещами нашел много-много всяких его фотографий. Но через несколько дней в квартире фотографа стали происходить странные вещи. Ночью в доме сам по себе включался свет и начинали работать электрические приборы. А потом Ивану стали сниться кошмары, главным героем которых был погибший брат. Сначала брат начал приходить только во снах, то есть раз в неделю, два раза в неделю начал приходить постоянно. То есть потом это все чаще и чаще, месяца через два уже появилось вид, что он просто меня начинает душить во сне. Фотограф говорит, что он буквально сходил с ума от бессонницы. И в какой-то момент перестал различать, где заканчивается ночной кошмар и начинается объективная реальность. Иван говорит, что никогда не верил в потусторонние силы. Но одна ночь заставила его по-другому взглянуть на окружающий мир. Я проснулся с того, что я чувствовал, что в комнате кто-то есть. Я проснулся и повернулся, то есть посмотрел на рабочие столицы, за которыми я сейчас сижу. И просто я столбенел, потому что я видел брата, который слил на свою же собственную фотографию и медленно переводил взгляд на меня. Я как будто не мог ничего сказать, жестами я тоже ничего не мог показать, я рук не чувствовал. То есть я с ним поговорить не смог, никакой контакта с ним не смог наладить. Исследователи паранормальных явлений считают этот случай уникальным. Вероятно, Иван поневоле обрел способности сильного медиума. Но сможет ли он с ними справиться? Эта фотография очень сильно фонит. Энергетика фотографии заряжена до такой степени, что она просто служит как окном. Назовем это порталом или окном именно к одной душе. Ведение умершего брата всерьез испугало фотографа. Он спрятал все фотографии усопшего и задумался о смене профессии. Ведь то, что Иван считал обычным ремеслом, неожиданно оказалось опасным и загадочным занятием. Сейчас исследователи не сомневаются в том, что между человеком и его изображением может возникнуть прочная связь. Она существует независимо от того, на каком расстоянии находится портрет и его хозяин. Маги, экстрасенсы и парапсихологи подтверждают – фотография всегда сохраняет часть души человека. Через фотографию можно диагностировать человека, его здоровье, его внутренний энергетический ресурс. В руках человека, обладающего паранормальными способностями, фотография может стать настоящим оружием. Шаманы, например, считают снимки своего рода информационной копией человека. Они называют эту копию вольтом. Куклы, колдунов, вуду – это тоже вольт. Вольтом вообще может стать почти любое изображение человека. Когда не было фотографии, был рисунок, художники среднего века рисовали, а черный мах портил людей. По фотографии. Это было еще известно во времена средневековой Франции. В 1612 году в Англии, во время суда над ланкаширскими ведьмами, одна из подсудимых подробно описала процесс создания вольта. Часть стенограммы того заседания с признанием до сих пор хранится в Национальной Королевской Библиотеке в Великобритании. Колдунья рассказала, что самый быстрый способ сгубить человека – сделать глиняную фигурку объекта и тщательно ее просушить. Достаточно проколоть колючкой, иголкой или шилом одну из частей тела куклы, и в тот же момент человек почувствует дикую боль. Однако для убийства одних иголок недостаточно. Нужен особый обряд. На этом запись показаний средневековой ведьмы обрывается. По официальной версии, описание опасного ритуала было сожжено. Но не могли ли слуги Фемиды просто спрятать эту информацию для личных целей? Русские ученые провели уникальный эксперимент. Из 10 одинаковых цыплят выбрали самого здорового. Птенца пометили и сфотографировали. 100 снимков цыпленка исследователи раздали своим друзьям. Они уверяли, эта фотография спасает от депрессии, головной боли и бессонницы. Надо только смотреть на нее почаще в трудные минуты. Прошла всего неделя. Потопанный птенец стал слабеть. Еще через неделю. Сфотографированный цыпленок погиб без видимых причин. Контрольная группа птенцов при этом прекрасно себя чувствовала и набирала вес. Эксперимент раскрыл одну из самых страшных тайн фотографии. Исследователи считают, что снимки могут быть опасны для детей. Особенно в первые месяцы после рождения. В это время младенец особенно уязвим. Если на дом, допустим, какого-нибудь человека наводится негативное воздействие, то прежде всего страдают дети и животные. Они начинают нервничать, болеть. Сегодня в интернете на различных сайтах миллионы детских фотографий. Их выкладывают родители, не подозревая, чем может обернуться для младенцев такая популярность. Зимой 1996 года в Екатеринбурге появилась странная пара фотографов. Двое мужчин приходили в детские сады и за символическую плату предлагали выполнить художественные фотографии детей. Они сделали сотни снимков. Но когда истинный смысл этой работы стал понятен родителям, в городе началась паника. Вот люди стали эти портреты-то открывать и с ужасом обнаружили там куски фотографии. Или даже целые фотографии. Это были изображения могил и памятников. Иногда это была изрезанная фотография. Ну, скажем, ноги остались только от человека. Смотрите далее. Загадочный эксперимент в Екатеринбурге. Как фотографы испугали весь город. Начинается массовая истерия. Тайны африканских шаманов. За что на Черном континенте убивают путешественников? То есть вы лишаете человека части его души. Или одной из его душ. Защита Сталина. Что скрывают фотографии вождей? Он делает вид, что он подкуривает трубку. Или он смотрел в профиль. Летом 1997 года в Екатеринбурге была зафиксирована странная эпидемия. Физически здоровые дети вдруг теряли аппетит, интерес к играм и буквально засыпали на ходу. Затем на коже без видимых причин появлялись высыпания и язвы. Врачи не могли понять, что происходит. У некоторых людей дети погибли. Причем при таких вот загадочных обстоятельствах. Естественно, они потом были просто ошарашены, напуганы. То есть они испытывали стресс, панику. Они приходили на прием для того, чтобы понять, что же произошло. Чей злой умысел? Кто это сделал? Почему такое случилось? Местные журналисты провели собственное расследование. И то, что удалось выяснить, могло вызвать шок у жителей Екатеринбурга. Дети начинали болеть после художественной фотосессии. Начинается массовая истерия. В Екатеринбурге и везде. Люди вскрывают и обнаруживают там, черти что, фотографии могилы. Цветные фотографии, вырезки из газет, травки какой-то, цветочков. Могильные цветочки. Екатеринбурги решили, что дети могли стать жертвами секты сатанистов. Некоторые мистические культы действительно используют фотографии во время своих ритуалов. Каким образом эти куски фотографии попали внутрь детских портретов? Вот именно это было то, что в средневековой магии называлось подкладом. Именно об этом пишут Шпенгер и Инсисторис, молоти ведьм. То есть ситуация с подкладом, с подсовыванием предмета негативного и давно, давно известна. Опасные фотографии жгли по всему городу. А вот таинственных фотографов так и не нашли. После скандала они просто исчезли. У многих народов Африки фотографии вызывают суеверный ужас. Даже в республике Гана, которую считают самой цивилизованной страной на западном побережье, не принято снимать. Случайного фотографа прохожие запросто могут забить камнями. Привычный для цивилизованного европейца фотоснимок для многих жителей Африки предвестник беды. Или того больше, инструмент дьявола. У них есть мобильные телефоны. А во многих деревнях даже беспроводной интернет. Но эти люди, как и их предки, верят, что фотография – инструмент дьявола. И может похитить душу. У поклонников традиционных культов один вид фотоаппарата может вызвать приступ ярости. Остается достать фотоаппарат перед нас самим, и ты можешь бросить камнем. Антрополог Александр Казанков уверен – нежелание местных попадать в кадр – не просто суеверие. Африканцы, как и много веков назад, практикуют шаманизм. И местные жители слишком хорошо знают, что такое семантическая магия или колдовство по образу. Им не раз приходилось видеть, как с помощью ногтя, волоса или глиняной фигурки шаманы насылали болезни и даже смерть. А если колдун завладеет фотографией, то совершить магический ритуал будет проще простого. То есть вы лишаете человека части его души или одной из его душ. Это называется симпатической магией. То есть если вы совершаете какое-то действие над образом человека, то то, что вы с ним делаете, переносится на самого человека. Для любого мага, колдуна или экстрасенса фотография человека – настоящий подарок. Энергетика портрета – это индивидуальный код. Его можно сравнить с генетическим кодом человека. Многие целители заявляют, что по фотографии могут узнать состояние здоровья человека. Одной из них Нори Зурабян мы предложили просканировать снимок звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера. Какой-то удар был, сильный удар, который долгое время его, скажем, отрезало от жизни. Действительно, полтора года назад на съемках боевика «Неудержимые 2» Шварценеггер сломал плечо. Но об этом может узнать любой пользователь интернета. А что скажет целитель о фотографии совершенно незнакомого человека? Сеанс продолжается около 20 минут. Целитель заметно устает, но, похоже, ему удалось получить необходимую информацию. Вижу у него в поясничном комплексе позвоночник, где находится нижний, седьмой, восьмой позвоночник, какой-то поврежденность или боль. Теперь мы хотим проверить, насколько достоверные данные получил целитель. Участник эксперимента идет в обычную поликлинику. Реабилитолог Александр Ушнурцев говорит, что современная медицина тоже использует диагностику по фотографии. Врач фотографирует пациента, а дальше специальная компьютерная программа анализирует снимок. Диагностика основана на научно доказанных фактах. Все болезни так или иначе отражаются на лице. Просто для того, чтобы обнаружить эти невидимые глазу знаки, нужен мощный процессор и программное обеспечение. Кстати, эта методика была разработана еще в советское время в одном из закрытых институтов по заказу Министерства обороны. Выдохнула. Сейчас начнется измерение. Пациент практически здоров, но врач обнаружила легкое растяжение мышц в районе спины. Неужели целитель, которая не использует никакой современной техники, смогла увидеть это на расстоянии? Отек небольшой. Здесь, здесь, здесь. Так, но не здесь. Правда, вот копчик, видите? А, нет, копчик же маленький. Вот здесь. И напряжение, вот крестец копчик, о чем я вам говорил. Исследователи говорят, что фотография – это часть информационного поля планеты. Поэтому снимок передает не только изображения, но и невидимые для обычного человека послания. Именно вот это пространство, эфир, отвергнутое современной физикой, но которое, может быть, будет переоткрыто физикой будущего, оно как раз вот это пространство и является материальным носителем вот этих мысленных волн, насыщающих информационное поле Земли. Но самое удивительное, говорят эксперты, в том, что общение с этим полем двустороннее. Своими фотографиями мы насыщаем информационное пространство Земли. Оно становится все более напряженным. Специалисты уверены, пройдет совсем немного времени, и в этом пока пустом мире возникнет новая форма жизни. Наша задача – практически научиться с этим работать, то есть слушать те тонкие сигналы, которые посылает нам информационное поле. Сейчас в информационном пространстве пока существуют лишь образы будущей жизни. Но очень скоро оно само станет разумным сверхсуществом и сможет влиять на наш мир. С подозрением относились к фотографам многие сильные мира сего. Советские вожди использовали специальные приемы, которые хорошо знакомы с шаманом и колдунами. Мало того, просвещенные лидеры европейских государств, похоже, до сих пор применяют эти секретные методы. Неужели им известно фотографии что-то? О чем не рассказывают нам? Зная об опасности, которые таят в себе фотографии, многие диктаторы используют специальную защиту. Скорее всего, их обучают особые консультанты. Например, Иосиф Сталин всегда старался сделать так, чтобы между ним и объективом камеры был огонь. Трубка, сигарета, рука под кителем. Вождь словно закрывается от фотографа. Делали, что он подкуривает трубку. Или он смотрел в профиль. Это было не случайно. Это было сделано намеренно. То есть его консультанты, маги, говорили, как ему себя вести перед фотоаппаратом. Эти нехитрые приемы помогали как бы закрыть фотографию, установить защитный код от взлома извне. Подобные техники используют и современные политики. Бывший президент Африканской республики Либерия Чарльз Тейлор тоже опасался, что его фотографию используют против него. В родной стране Тейлора очень распространен шаманизм. Так что либо сам Тейлор хорошо разбирается в шаманских культах, либо у него есть грамотный консультант, который ему подсказывает, как правильно фотографироваться, чтобы не стать жертвой шамана. На выступлении перед сторонниками или заседании в ООН Тейлор повсюду скрывает глаза от фото и телекамер. И по возможности выбирает такое положение, чтобы объективы видели только его профиль. Как мы видим на большинстве фотографий у Тейлора темные очки. Для чего это сделано? Глаза, как говорится, это зеркало души. И чтобы подчинить разум диктатора, шаману необходимо видеть его глаза. Если посмотреть на поведение вполне либеральных европейских политиков, во время официальных мероприятий становится ясно. С ними тоже работали специалисты особого профиля. Это фотографии Ангела Меркель в Москве, в Давосе. Даже на митинге своей партии канцлер Германии повторяет одно и то же движение. Меркель прикрывает рукой чакру воды, жизнерадостности и материальных благ. Неужели прагматичный политик из самой сильной страны Евросоюза боится, что ее жизненную энергию могут украсть? Со стороны может показаться, что это всего лишь скупая жестикуляция политика с пуританским воспитанием. Но специалисты уверены, немецкий канцлер намеренно держит руку в районе пупка, там, где находится чакра воды Сватхистхана. У каждого человека есть источник собственной силы, есть внутренние ресурсы. Так вот, с помощью фотографии можно, например, какую-то силу человека забрать. Эксперты считают, что основной мотив такого поведения канцлера – чувство вины. Для Германии это неудивительно. Почти 50 лет страна находится в состоянии непрерывного покаяния за дела своих прадедов и исповедует доктрину примирения враждовавших народов. А некогда всесильный мэр Москвы требовал, чтобы его никогда не снимали сзади. Юрий Лужков панически боялся фотографов, которые заходят со спины. С теми, кто не знал о наклонностях мэра, довольно жестко разбиралась его охрана. Ведь на уровне затылка находится еще одна важная чакра – сахасрара или непроявленная стихия. Она отвечает за связь души с высшим сознанием. И столичный градоначальник прекрасно понимал, какое влияние над ним может получить человек, в чьих руках окажутся снимки такой важной зоны. Смотрите далее. Как применять секретные приемы для защиты своих фотографий? Темные помыслы отскакивают от меня. Какие снимки опасны для здоровья? Они уведут вас в могилу раньше вашего времени. И почему картины притягивают молнию? Картина пользовалась заслуженно дурной славой. Возможно, политикам есть чего опасаться. Ведь фотография рассказывает не только о возрасте, здоровье и вредных привычках. По снимку можно узнать, где находится человек, чего он боится и каковы его планы на ближайшее будущее. Именно по фотографиям некоторые специалисты ищут людей, пропавших без вести. Простейшие технологии защиты, как выясняется, доступны каждому. Шаман Дардокусто согласился рассказать нам, как обезопасить, например, свои фотографии в интернете. Ведь в социальных сетях их каждый день могут просматривать сотни людей. И не всегда с добрыми намерениями. Но если вы точно знаете, что ваши враги могут использовать фотографию, нужен специальный ритуал защиты. Как яйцо разбилось, так и вражеская сила меня стороной обойдет. В своих практиках шаман использует специальные заклинания. Они обращены непосредственно к информационному полю. Теперь нужно создать особый барьер, который закроет доступ к изображению человека. Для этого мы берем в руки яйцом. И, ведя яйцом по часовой стрелке вокруг изображения, проговариваем, как солнце вокруг Земли ходит, тьму разгоняет. Так и я себя защитой неба окружаю. Для фотографий близких людей есть свои предосторожности. Например, шаманы считают крайне опасной традицию носить снимки в бумажнике. Деньги не должны лежать рядом с изображением любимого человека, уверяют специалисты. Деньги – это энергия. И порой бывает купюра какая-то грязная или еще какая-то. Деньги несут на себе информацию многих людей, в чьих руках она побывала. Исследователи считают, что случайная связь может возникнуть не только между человеком и его собственными фотографиями. Оказывается, практически любой снимок может открыть дверь в иное измерение. Именно поэтому специалисты призывают относиться к портретам в доме с большой осторожностью. Ни в коем случае не вешайте и не кладите там на видное место фотографии своих умерших родственников. Почему? Потому что вы с ними связаны. И их события, они будут вашими событиями. И они уведут вас в могилу раньше вашего времени. Ленин в мавзолее, портрет Мао Цзэдуна на площади Тянянь-Мэнь, изображение Кимирсена и Кимчиныра по всему Пхеньяну. Почему при тоталитарных режимах изображение усопшего вождя становится одним из главных символов власти? Какая темная магия кроется за этим странным обычаем? Эксперты сходятся во мнении, что энергия, пускай и почившего вождя, настолько сильна, что способна еще долго питать созданный им режим. Сегодня еще существует огромное количество бюстов, фотографий. Но они несут идею Ленина. А он далеко был не самым добрым человеком на этой земле. Этот портрет Лидии Каменской, жены богатого купца и землевладельца, один из самых загадочных экспонатов в краеведческом музее города Суксун. Смотрители давно заметили, что с картиной происходит что-то необычное. Она почти 50 лет пролежала в хранилище музея, а в основную экспозицию полотно включили после грандиозного пожара. Это снились, вот разные. И вот один такой интересный тоже сон был, как бы идет гражданская война, и мы с Лидией Николаевной спускаемся с лесенки. Когда уже начался пожар, когда мы с Мариной Николаевной Петровой, хранителем фонда, самую первую картину вынесли. То есть, когда мы ее несли по лесенкам вместе, она же очень тяжелая, в раме дубовой, я этот сон как-то сразу вспомнила, думаю, вот такая же ситуация проигрывается, мы ее как бы защищаем, несем уже от пожара. Позже экспертиза установила, пожар возник из-за удара молнией, причем электрический разряд, обойдя громоотводы, ударил именно в хранилище музея. Это не укладывается в законы физики, но молния прошла через крышу, межэтажные перекрытия и подожгла старинные рукописи именно рядом с портретом Каменской. Что касаемо этой картины, есть множество картин, мимо которых люди проходят, у них просто ноги подкашиваются. Они столько картины энергии от людей забирают. Ну, в Эрмитаже много таких, поверьте мне, очень много там известных картин. Человек может просто себя плохо почувствовать на равном месте, подля картине. У сотрудников музея возникло ощущение, что портрет сам притянул молнию. Ему просто надоело пылиться в хранилище. Они считают, что дама, изображенная на картине, пытается что-то сказать зрителям. Теперь ночные сторожа боятся заходить в комнату, где выставлено полотно. По ночам там не раз видели призраков, а сама картина может наказать того, кто неодобрительно о ней отзывался. Портрет, который вместе со старинной рамой весит более 50 килограммов, может внезапно упасть на обидчика. То, что портрет у меня в музее стоял, единственное, вот такой случай, я помню, когда он стоял у меня на лавочке у стенки, я прошла, и он упал, то есть кувыркнулся. То есть лицом вниз упал, не съехал, а упал. До этого тоже проходили, он не падал. За многими картинами шлейф загадочных смертей тянется еще со времен Средневековья. Мистические совпадения преследуют и самих художников, и тех, кто покупает их полотна. Картина Веласкеса «Венера с зеркалом» тоже пользовалась заслуженно дурной славой. Все, кто покупал ее, либо разорялись, либо погибали насильственной смертью. Даже музеи не очень хотели включать ее в основную композицию. И картина постоянно меняла прописку. Дело кончилось тем, что однажды на полотно набросилась сумасшедшая посетительница и изрезала его ножом. А это картина голландского художника Питера Брейгеля-старшего. Поклонение волхвов. Брейгель почти два года не мог закончить работу над ней. Как только художник взялся за образ Девы Марии, его жизнь словно пошла под откос. У родителей Брейгеля сгорел дом. Самого живописца ограбили на улице. А в городе вдруг вспыхнула эпидемия чумы. По одной из версий, Деву Марию Брейгель писал со своей младшей сестры, которую избивал муж. Картина впитала эту негативную энергетику. И, соответственно, картина мстит всем окружающим. Эксперты уверены, картина представляет реальную опасность для коллекционеров. Волхвов перепродавали четыре раза. И каждого нового владельца словно преследовал злой рок. В семьях от внезапных болезней умирали дети. Последним покупателем картины стал архитектор Яков Ван Кампен, отец троих сыновей. Современники говорят, что архитектор был далек от мистики. Но как только заболел его младший сын, Кампен поспешил избавиться от проклятой картины. Теперь она хранится в Лондонской национальной галерее. Я сам не верю в мистику, но часто бывают такие случаи в истории, когда человек покупает картину, а на следующий день горит его дом или даже сгорает целый квартал. Такие случаи очень часто бывают, и они описаны в истории. Москва, 2010 год. В мастерской художника и фотографа Михаила Коломкарова прорвало трубу отопления. Все помещение было затоплено кипящей водой. Оборудование и работы мастера были полностью уничтожены. Сам Коломкаров едва не погиб. С порога мастерской он в темноте шагнул в крутой кипяток. Это был потоп, глубина метр, температура на подаче 125 градусов. Там, где мы упали, было где-то порядка 70. В момент потопа в мастерской было около 300 работ фотохудожника и его единомышленников. Шансов выжить не было ни у одной. Но каким-то чудом парой горячая вода обошли стороной картину, на которой изображена девушка с котенком в руках. Все сметено могучим ураганом, ничего живого нет. И мы с удивлением обнаружили, что все стоявшие рядом с ней работы, их было около 10, они все погибли. А эта самая женщина с кошкой, она вот стоит на мольберте, целая и невредимая, и на нас такими печальными глазами вместе с котом смотрит. По всем законам физики, картина должна была погибнуть вместе с остальными полотнами. Если картины обладают такой силой, то чего ждать от фотографий? Ведь через них, как говорят исследователи, можно установить прямую связь с информационным полем Земли. Но чем это грозит? И что пытается прорваться в наш мир при помощи обычных снимков? Смотрите далее. Почему опасно фотографироваться в зеркале? Будет тлярва какая-то, будет вас сосать. Какие силы можно разбудить при помощи обычных снимков? Есть какой-то, так сказать, дух, такой вот бесплотный, но он есть. Наука на грани фантастики. Неужели советским ученым удалось проникнуть в прошлое? Очень много снимков памяти, пространства. Сейчас ученые пришли к парадоксальному выводу. Оказывается, есть места, в которых опасно фотографироваться. Это невероятно, но снимки могут мстить и фотографу, и тем, кого он запечатлел. Исследователи говорят, что фотография передает не только эмоции тех, кто изображен на снимке. В ней отражается и состояние самого фотографа. Именно поэтому воздействие снимка на зрителя трудно предугадать. Сила и мощь энергетики тех состояний, тех переживаний может передаваться и воздействовать на воспринимающего этот кадр человека. Во время работы большинство фотографов и не подозревают, с какими силами имеют дело. Например, специалисты говорят, что категорически нельзя фотографироваться в зеркале. Такой автопортрет может убить исполнителя. Когда вы фотографируете, вы создаете на фотографию не только свой образ, но и образ того, кто находится за зеркалом. Поэтому вы создаете какую-то смешанную фотографию, которая связана с вами. А непонятно, что, собственно, вы сфотографировали, кроме себя. Дело в том, что зеркала обладают способностью накапливать энергию окружающей среды. Причем, в первую очередь, отрицательную. Фотографируя себя в зеркале, вы словно открываете дверь для той информации, которая копилась в нем долгие годы. Там вполне может быть какая-то злая энергоинформационная сущность, которая к вам пристала. И она, собственно, пристанет к вам. К вам, к физическому человеку. Будет лярва какая-то, будет вас сосать. Иногда фотограф даже не догадывается о том, на что направлен его объектив. И что принесет миру его работу. Почему на снимках возникают предметы, которых нет в реальности. И можно ли сфотографировать призрака. Как ни странно, многим это удается. На случайных фотографиях иногда проступают фантастические изображения. Полупрозрачные круги, загадочные полосы и очертания людей, которых в момент съемки не было в кадре. Это явление знакомо и любителям, и профессиональным фотографам. Научный мир, как правило, скептически воспринимает большинство таких фотографий. Однако некоторые снимки невозможно объяснить ни приемами монтажа, ни браком пленки, ни ошибкой цифровой техники. На фотографиях вдруг возникают призраки. Я точно знаю одно, что если свет от поверхности не отражался, да, а поглощался, проходил насквозь, то в силу того, что это физическая реакция, на пленке этого оказаться не могло. Вот самая известная фотография призрака. Английские журналисты назвали этот снимок суровая леди Рейхем Холла. Фотография сделана в 1936 году в особняке Рейхем Холл. Предположительно, на снимке леди Дороти Тадеуш, которая была хозяйкой дома в 17 веке. По официальным данным, она умерла от чахотки в 1726 году. Но местные жители считают, что супруг заподозрил мисс Дороти в неверности. Запер в одной из комнат, где она и скончалась от голода. Да, бывает. У меня на приеме была одна женщина, которая рассказывала, что у них постоянно в доме ссоры и скандалы. И она мне привезла фотографии, говорит, посмотрите, вот это я, это невестка, это там внуки и так далее. Я говорю, а это кто? Она говорит, где? Я говорю, за вами стоит мужчина, он в более тонком плане, он в одежде, и вы видите. Она говорит, господи, если бы вы меня не показали, я бы никогда не увидела. Эксперты говорят, что снимки могут жить по своим законам. Например, со временем на многих фотографиях возникают новые изображения. Экстрасенсы считают их предупреждениями, которые приходят к нам из информационного пространства. Кто-то указывает человеку на опасность, но не все могут правильно понять такие знания. Иногда это округлые, очень часто, округлые такие белые пятна. Многие эзотерики считают, что это фрагменты развоплощенных душ. Специалисты советуют внимательно присмотреться к старым фотографиям. Белые пятна, похожие на брак пленки, обычно возникают там, где, возможно, у человека развивается тяжелая болезнь. Эти знаки указывают на органы, которым нужно уделить особое внимание. А лучше провести обследование у врача. Фотограф Илья Артамонов никогда не верил в мистические свойства фотографий. Он считал это обычным ремеслом, которое основано на процессах оптики, физики и химии. Но всего один странный случай перевернул его представление о природе фотографии. В один и тот же день у Ильи было две фотосессии – парня и девушки. Мам два портфолио, одно для молодого человека, другое для девушки. И отснял для молодого человека, и флешку вроде форматнул, и все нормально. Потом снимаю девушку, и уже после этого скидываю исходники, начиная просматривать. И смотрю, что на некоторых кадрах, на многих, получилось какое-то наложение. Соответственно, что старые фотографии с молодым человеком и с девушкой наложили. Эффект, который не предусмотрели производители фотокамеры, тогда просто удивил Илью. На испорченных снимках незнакомые друг с другом люди вдруг оказались рядом. Но то, что произошло дальше, фотограф не мог объяснить простой ошибкой техники. Спустя год Илье Артамонову позвонил тот самый молодой человек. Ему потребовалось свадебное портфолио. Они приезжают вдвоем, и тут я смотрю, что это именно те люди, которых я снимал, которые у меня получились наложения на кадрах, был, просто, можно сказать, испытал некий шок от этого, потому что не верю во всякую мистику. А тут, не знаю, просто такое совпадение, которое, не знаю, не может быть. Посмотрите на эти фотографии. Никто из авторов не пытался специально заснять пришельцев из других миров или загадочные города. Тем не менее, мы получили уникальные кадры, которые наука не может объяснить. Сегодня о его исследованиях говорят, как о научном прорыве. Но 30 лет назад ученого из Перми Генри Хасиланова пытались отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В советское время в такую физику отказывались верить даже коллеги Силанова. Ученый утверждал, что нашел способ фотографировать прошлое. Сейчас Генрих Силанов прикован к инвалидной коляске. Однако в конце 80-х годов его экспедиции могли перевернуть весь научный мир. Силанов сконструировал фотоаппарат, который мог фиксировать события глубокой древности. Вместо привычного стекла ученый использовал линзы, изготовленные из кристаллов кварца. По мнению Силанова, только такая оптика может фиксировать изменения в информационном пространстве. Подобрал я кварцевое стекло, оно меня вполне устроило. И вот это стекло теперь стоит у меня здесь, уже в фотоаппарате. И принесло очень много снимков памяти пространства. Вот одна из первых фотографий, которую можно считать прямым доказательством существования информационного пространства. На ней хорошо видна машина марки «Москвич-412». Однако свидетели утверждают, никакой машины в момент съемки не было. Мало того, в глухом лесу, где проводили эксперимент, не то что дорог, даже лесных тропинок не наблюдалось. Эта фотография сделана в безлюдной местности. Но откуда на снимке отчетливые формы советского автомобиля? Силанов организовал несколько экспедиций в Воронежской области. Ему удалось получить уникальные снимки из прошлого. На них проявлялись солдаты времен Великой Отечественной и даже люди в одежде кочевников. Но вот фотографии, которые поставили ученого в тупик. Похоже, что в далеком прошлом ему удалось заснять корабли пришельцев с других планет. Что они искали в Воронежской области? Однажды в маршруте я повстречался с НЛО, который сидел на поле. И было к нему страшно подойти. Очень больно было в ушах. Вот было такое ощущение, что я погружаюсь на большую глубину. И вот было такое ощущение, что сейчас у меня барабанная перепонка и лопнет. Эти опыты дают нам лишь поверхностное представление о том, каким огромным и неизученным потенциалом обладает обычная, казалось бы, фотография. Снимки открывают путь в особое, пока неизученное пространство. И помогают лечить людей. Но сможем ли мы правильно использовать открывшиеся возможности? Ведь любое научное открытие можно использовать не только во благо человечества. Иногда мы и сами не понимаем, что попало к нам в руки. Вот, например, такое нехитрое устройство есть почти у каждого из нас. Однако на что оно по-настоящему способно, знают немногие. И стоит ли доверять свою судьбу неизвестным зрителям? С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.